На нашем участке есть уличный душ и туалет. В какой-то момент мы приняли решение отгородить эту зону от общей дворовой территории и поставить здесь декоративный забор. Недолго думая, поехали в строительный магазин, по-моему, в Аби, и купили 5 метров вот такого декоративного ограждения. По-моему, это забор из ивовых веток. Так, дождавшись выходного дня, приступили к работе. Для забора я буду использовать металлические столбы длиной 240 см. 90 см из них будет закопано в землю. Эту часть я покрыл битумной мастикой. А 150 см будет торчать над землей. Место установки забора определили колышками, бив их в землю на определенном расстоянии. Отверстие под столбы я буду делать садовым буром. Его диаметр шнека является 13 см, что вполне достаточно для установки столбов. Кстати, диаметр самого столба 5 см. Промежуток между столбом и землей я засыплю мелкой щебенкой и утрамбую его ломом. Бетонировать столбы под декоративный забор нет необходимости. Для выравнивания столбов нам понадобится строительный уровень, железный лом и мелкая щебенка. Всю лунку полностью засыпаем щебенкой, не забывая ее трамбовать. Чем тщательнее вы будете трамбовать ломом щебенку, тем прочнее будет стоять столб. Столб стоит вертикально ровный. Точно таким же способом устанавливаем остальные столбы для забора. Чтобы выровнять столбы по одной высоте, я использую гидроуровень. Вот так он выглядит. Фиксируем колбу на столбе проволокой. Делаем ее неподвижной. Вторую колбу фиксируем на другом столбе. Тоже проволокой. И, например, поднимая вот этот столб вверх или вниз, добиваемся того, чтобы жидкость была около шляпки. На одном столбе около шляпки, на другом столбе около шляпки. Это значит, что столбы стоят на одном уровне. Выровняв столб по высоте, фиксируем его. Используем деревянные бруски. Дальше опять засыпаем щебенку и трамбуем ее. При установке третьего столба, чтобы он стоял на одной линии с первыми двумя, между крайними столбами натянем шнурку. Закрепим ее и установим третий столб так, чтобы он касался ее края. Так все три столба будут стоять на одной линии. Для пятиметрового забора понадобилось установить четыре столба. Теперь я перемещаюсь в мастерскую, где буду делать деревянные прожилины. Для прожилин я буду использовать сосновые бруски размером 50 на 50 мм. Сейчас я их отрежу длиной, равной расстоянию между столбами. Я обработаю рубанком и покрашу. Покрасил прожилины декоративным лаком, дождался пока они высохнут. И можно прикручивать их к столбам. На столбах приварены специальные проушины. К ним и будем прикручивать прожилины с желтыми саморезами. Они намного прочнее черных. Прожилины, прикручены. Крайнюю перекладину я прикрутил, но отрезать не стал. Сначала я растяну забор, закреплю его, а потом по размеру забора отрежу последнюю лаву. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Скрепил последнюю часть забора. Выглядит декоративный забор из зимовых веток вот так. Данное мероприятие преследует две цели. Первое – это зонирование. Мы выделили зону дачного душа и туалета. А второе – это украшение и декорирование. Всем хочется, чтобы участок, на котором они проводят много времени, был интересным, ухоженным и красивым. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и смотрите новые видео. До новых встреч!